Здравствуйте! Мы переживаем самое сказочное и радостное время, о котором Иосиф Бродский сказал, что в Рождество все немножко волхвы. И стать волшебником может каждый из нас, например, зайдя на сайт детские мечты.рф и исполнить мечту ребенка-пациента Санкт-Петербургского детского хосписа. Итак, будем мечтать. И сейчас то самое время, когда верится в добро и в чудо каждому и большому, и взрослому. А мы в эти сказочные дни приехали в настоящую русскую сказку. Это город Ростов-Великий. И он велик на самом деле своим прошлым, этот город, где подвязалось огромное количество подвижников благочестия, веры, святителей. Это город русской святости. И здесь сохранились памятники архитектуры второй половины 17 века и ранее. И, в общем-то, история предстает на наших глазах. Но мы идем знакомиться с ее гастрономическим воплощением и отправляемся в музей-ресторан, который называется Собрание. В период святок мы отправились в Ростов-Великий. Город, где как нигде в России можно ощутить ту самую рождественскую сказку. Ее создает замечательный архитектурный ансамбль, который все мы знаем как Ростовский Кремль. Это название закрепилось в конце 19 века. А на самом деле во второй половине 17 века здесь митрополит Ионос Исоевич устраивает свой грандиозный митрополичий дом. Без малого 40 лет митрополит Ионос, подвижник патриарха Никона, управлял обширной ростовской митрополией, отстраивая и перестраивая многочисленные обители и храмы. Сквозь века сохранена эта каменная сказка его резиденции с величественными храмами, которые замечательно украшены монументальной фресковой живописью, причудливыми башнями, затейливыми каменными деталями. 17 век – время особого боголюбия. Это было выражено в могучей строительной программе митрополита Иона, где не было ничего тривиального, повторяемого, и даже обычная садовая палатка выглядит как настоящий архитектурный шедевр. Все лучшее было Богу. С непривычными интерьерами храмов, где иконостасы выполнены на стенах, можно познакомиться только в летнее время. Но зимой митрополичий дом не менее красив, где в реальности оживает эта самая сказка прошлого, в памятниках и музейных предметах. Здесь на каждом шагу – древняя история. Ростов – город, где прошлого больше, чем современности. Здесь даже создан ресторан-музей, где готовят по старинным рецептам русской кухни. А размещается это заведение в царских палатах. Так что, набродившись по древнему городу, налюбовавшись его красотой, услышав ростовские звоны, к слову, ансамбль ростовских колоколов считается одним из самых гармоничных в мире. Самый большой колокол, называемый Сысоем, весит две тысячи пудов, то есть 32 тонны. Узнав очень много, идите подкрепиться в ресторан-музей, который именуется «Собрание». Здесь прекрасная атмосфера старины. Мы очень часто в последнее время стремились в страны-далечье, к далеким горизонтам, но прежде всего, чтобы чувствовать себя в своей тарелке, надо знать самих себя, свою историю и прошлое нашего Отечества. Ростов хранит страницы этой длинной летописи, а кухня, как известно, это часть народной истории. И здесь в собрании, в царских хоромах как раз собирают старинные рецепты русской кухни. Уже здесь их целая коллекция. И одну новинку, старую новинку, мы вам и представим. Мы находимся на профессиональной такой кухне, большой, просторной, под сводами. Это историческое здание царских палат, где сейчас находится современная кухня. Совершенно недалеко от нас, в нескольких метрах, располагается ресторан-музей-собрание, где как раз вы все знаете те сакраментальные фразы, в какой-то степени, которые стали повторяемы и крея черной, красной и заморской. Вот именно в этих палатах, в принципе, и снимался фильм Иван Васильевич. Ну, откроем вам секрет, что как раз сцена трапезы, она снималась на Мосфильме. Но ростовский Кремль послужил прекрасным вот этим антуражем, где бегали полки, искали демонов, где скрывался, значит, герой этого фильма Иван Васильевич. И мы, в общем-то, вот в этом таком необычном месте, и не так часто в нашей жизни получалось за это время побывать именно на профессиональной кухне. И нас встречает тоже настоящий шеф-повар с большим таким стажем, Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, в общем-то, что у вас за кухня, расскажите. У нас русская кухня, которая поддерживает именно наши русские глубинки. Мы стараемся выполнить наши блюда, те, которые были давным-давно забыты. И мы что-то в те блюда пытаемся вложить свое новое, чтобы была какая-то наша новая изюминка. Сейчас мы хотим вам предложить приготовить наш красный хлеб. Что это такое? Почему красный? Вот там-то и дело, что его, можно сказать, теперь никто не готовит, а готовит наш ресторан. Насколько я неизвестно, готовят только у нас. Он состоит со свеклой, с нашей ростовской свеклой. То есть это некий такой компонент, который добавляется? Конечно. Он состоит на основе. А еще какие ростовские блюда вы здесь делаете? Ростовскую фу с щукой и с судачком. С нашим же ростовским. Затем мы готовим на основе меда, который мы покупаем у наших пасечников. Медовуфу ставим, сбить не варим. Квас наш ростовский. А теперь давайте будем делать хлеб. Его можно вот дома-то приготовить? Можно. Ну, осторожно. Почему? Объясняю чем? Тем, что дома нужно готовить, чтобы не было ни малейшего сквозняка. Этот хлеб, он очень нежный. И тесто его очень-очень капризное. Не любит ни сквозняков. Чтобы все вот готовилось, и только ему уделялось большое внимание. Ну, давайте. Как это сделать? Начинаем. Берем дрожжи. Ну, самые простые. Да, наши живые дрожжи. Мы их выкладываем в посудину. Теперь берем мед. Ложечка. Извините. Выкладываем тоже в чашечку. Сюда заливаем воду. И размешиваем. Есть ли у вас любимые моменты в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Да. Какие же? Мой любимый момент, где говорится, икра заморская. А здесь делаете, нет? Нет. Пока не делаем. То есть не делаем? У нас просто молодой ресторан. Нам всего год. И мы не успели запастись баклажанной икрой. Мы решили, что это сделаем на следующий год. Теперь мы дадим чуть-чуть постоять, чтобы дрожжи наши проснулись. Немножечко подняли шапочкой. А затем мы добавим сюда сливочное масло. Берем сливочное масло. Выкладываем сюда же, в эту же чашку. Берем нашу любимую свеклу. Свекла отварная. Мы ее помыли, сварили, почистили. Натерли на терочке. И тоже так же выкладываем сюда. Общую массу. Откуда вы это взяли, рецепт-то? У бабушек. Берем зелень. Петрушка. Тоже мелко порубленная. И сюда же отправляем. Берем соль. Немножечко подсолим. Подсолили. Все это перемешиваем. И такая у нас получается масса. Красивая, красная, с зеленью. И теперь мы добавляем муку. Теперь мы это все смешиваем. У нас получилось такое тесто. Видите? Вот такая консистенция. Она нежная получилась. Мы берем формочку. Смазываем растительным маслом. Ольга Сергеевна, мы с вами, в общем-то, встречаемся в такие самые сказочные дни, когда верится в чудо. Вот о чем вы мечтаете? Я мечтаю, чтобы все было хорошо. Чтобы поменьше было проблем, побольше удачи. Чтобы наш ресторан процветал. У нас была где всегда работа. Мечтаю, чтобы моя дочь устроилась хорошо в жизни. Как всегда. Как все мамы. Теперь мы берем сюда все выкладываем. То есть промазать надо, да? Промазали формочку маслом растительным. И теперь мы выкладываем в эту формочку наше тесто красное. Оно сколько-то должно постоять? Оно должно постоять не менее трех часов. В теплом месте, где нет ни сквознячков, ни холода, чтобы оно у нас выстоялось. Мы его расправляем. По нашей формочке. Так вот, раскладываем тесто. И ставим в духовой шкаф на три часа греться. Он так просто, да, вот вываливается, отходит? Да, просто вываливается. Потому что хорошо смаженная форма маслом растительным. И хорошо испеченный хлебушек. Он всегда спокойно вываливается. Ну и так, хлеб испекся. Сейчас отведаем. Ну и последние слова в напутствие нам. Дорогие друзья и дорогие наши гости. Мы всегда будем рады вас видеть в нашем ресторане. В наших царских палатах. Чтобы вы отведали наши замечательные кушания, так же, как и этот красный хлеб. Услышали наши ростовские колокола, перезвоны, нашу звонницу. Чтобы вы могли к нам приехать, погулять, отдохнуть в нашем Кремле. И в тот же момент прийти к нам в ресторан и отведать наши русские блюда. Ждем вас в гости. Играет музыка. Помните, в Рождество все немножко волхвы. И мы просим вас заглянуть на сайт детскиемечты.рф Где вы познакомитесь с мечтами детей, пациентов Санкт-Петербургского детского хосписа. И, наверное, вы ощутите настоящее счастье своей жизни, если хотя бы исполните одну мечту ребенка. Мы желаем вам всяческого благополучия, всех благ, всего самого доброго и хорошего. И отправляемся назад в Москву из замечательного города Ростова-Великого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова